Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем изучение Псалтыри. Традиционно наши лекции проходят в Московском Сретенском монастыре, а запись производится командой портала экзегет.ру. Мы приступаем к изучению следующей 11-й кофизмы 77-го Псалма. В 77-м Псалме пересказывается история Древнего Израиля. От порабощения евреев в Египте, исхода, странствия по пустыне, до поселения в Ханаане и избрания Давида в пастыре, учреждения, святилищу Богу на горе Сион. Самая ранняя из возможных датировок в силу того, что здесь упоминается Давид, это граница 11-го, 10-го века до Рожества Христова. Но некоторые исследователи считают, что в 67-м, 72-м стихах есть намек на отвержение колена Ефремова, а следовательно, прочитывают они намек на падение Северного Израильского царства. И в таком случае речь может идти о периоде в районе 720-го года до Рождества Христова. Так или иначе, данный Псалом – это богодухновенная история, рассказанная предыдущими поколениями для назидания в вере своих детей. Перед нами не учебник по истории Израиля, а ряд назидательных примеров, которые учат верующих быть мудрее и делать выводы из ошибок предыдущих поколений. Отвержение Ефрема за его неблагодарность Богу должно служить предупреждением всем остальным коленам Израилевым. Не исключено, что в дошедшем до нас варианте истории спасения эта песнь зачитывалась или воспевалась на одном из храмовых праздников в Иерусалиме вплоть до падения Южного царства в 587 году до Рождества Христова. В заголовке 77-го Псалма упоминается тот же самый Ассав, что и в 73-м Псалме. Итак, перед нами учение Ассава. Рассмотрим подробнее содержание этого длинного-длинного Псалма. Первые восемь стихов. Назидательная цель предлагаемого нам поучения отчетливо обозначена уже в первых строках. В первых двух стихах присутствует лексика и обращение к слушателям, характерной для литературы мудрости. Нас приглашают послушать притчу и древние загадки. История, полная иносказаний и загадок, побуждает людей задуматься над ее смыслом. История исхода из Египта была хорошо знакома евреям древности. Подчеркивая отдельно ее аспекты, учитель мудрости склоняет своих служителей задуматься над тем, какие же уроки из этой библейской истории могут сделать грядущие поколения. Слава, сила и чудеса Господни были явлены в его делах. Слово, переведенное здесь как слава, в других псалмах обычно переводится как хвала, таила, по-другому молитва. Речь идет о деяниях Господа, достойных похвалы, событиях, в которых было явлено его могущество и чудеса. Чудесные события по спасению избранного народа от беды естественным образом вызвали отклик в прославлении его имени. Так, вера в Бога, согласно данному псалму, получает начало с торжественного ликования о том, что он для нас сделал. Оказывая попечение о своем народе, Бог дал ему устав и закон. Слово, переведенное как устав, намекает на каменные скрижали, которые Бог на Синае врущил Моисею. На каменном уставе были перстом Божиим начертаны обязательства людей по отношению к Господу. Это составляло сердцевину завета Господа с Израилем. Закон, другой термин, это весь спектр тех наставлений, связанных с заветом, в которых должны были поучаться благочестивые евреи. В авторском пересказе истории Моисея Псалмопевис подчеркивает, что история исхода – это не столько история Божьих чудес, сколько история о неспособности людей быть верными завету с Богом. Ведомые в обетованную землю люди постоянно проявляли упорство и устраивали мятежи. В результате их постигали различные беды, несчастья. «Описывая их неудачи, Псалмопевец побуждает детей быть послушными учениками, возлагать надежду свою на Бога». Слово, переведенное здесь как «надежда», в других контекстах может означать самоуверенность, убежденность, при этом не только в положительном, но и в отрицательном смысле этого слова. Таким же словом могла бы обозначаться и глупость. Двузначное слово может намекать на то, что разумное в глазах человека является глупостью в глазах Бога. Как сказано в книге «Притч», «Кто надеется на себя, тот глуп». Девятый, одиннадцатый стихи. Свои уроки о трагедиях минувших поколений Псалмопевец подкрепляет более современным ему примером поражение сынов Ефрема на поле брани. Причина их поражения подчеркивается сильными словами. Они не сохранили завет, отреклись от закона, забыли дела и чудеса Божии. Эти слова предвосхищают вердикт над коленом Ефрема, который подводится в конце Псалма. Господь отверг шатер Иосифов и колено Ефремова неизбра. По книге «Бытия» младший сын Иосифа Ефрем получил от патриарха Иакова большее благословение, чем его старший брат Моносия. Клено Ефремова было доминирующим среди северных племен. Горы Ефремовы располагались в центре Ханаана на север от Иерусалима. Среди гор Ефрема в древности располагались святилища Богу в Сихеме, а затем и в Селоме. После пересечения реки Иордан и вступления в обетованную землю именно в Сихеме Иисус Новин впервые совершил церемонию заключения завета и вручения закона народу Божию. Там же был кинут жребий о разделении земли обетованной. По смерти Соломона Ефремлинин Иераваам основал Северное Царство, которое хотя и состояло из десяти колен, но пророками могло обозначаться просто словом Ефрем. Мы не знаем, о каком именно поражении Ефрема идет речь в данном псалме. Захват ковчега филистимлянами или смерть Саула и Иоаннафана на горе Гелвуя или падение Самарии в 721 году Дрожества Христова. Солдаты колена Ефремова были хорошо вооружены, но это не помогло им в войне, поскольку они не сохранили завета Божия. Их неблагодарность и забвение чудес Божиих 9, 10, 11 стихи привели к встречному отвержению их Богом. Центральная часть псалма на примере истории народа Божия показывает большую разницу между чудными делами милостивого Господа и систематическим ропотом неблагодарностью ведомых им ко спасению людей. Две части повествования псалма с 12 по 39 стихи и с 40 по 64 стихи объединены одной темой непослушание. 12 и 16 стихи они повествуют о Божьих чудесах, чудесах освобождения из египетского плена посредством бегства через Чермное море и последующего попечения о пище и питье освобожденных из рабства людей во время их странствования по пустыне. Город Цоан не упоминается в книге «Исход». Это был важный город на северо-востоке Египта, построенный в Дельте Нила через 7 лет после Хеврона. Цоан по есептуагинте Танис отсюда и славянское на поле Таниосе. Итак, Цоан и Таниос славянское – это одно и то же. Этот город упоминается в пророчествах Исаии и Иезекииля, но этот город не упоминается в книге чисел. У пророков, в частности, подчеркивается тщетность, надежды на князей Цоана и Мемфиса. 13-15 стихи в значительной степени опираются на повествование книги «Исход». Изображение вод, стоящих стеной, напоминает песни, которую воспел Моисей после перехода сынов Израилевых по суше среди моря. Тогда воды были им стеною по правую и по левую сторону. Обыгрывая идеи воды и скалы, псалмопевец показывает, как Бог сделал воды стеной, а после извел из скалы реки воды. 16-й стих. Вода, текущая из камня, 15-й стих, словно указывает на Творца, который преобразовал великую бездну в гармоничный мир. И здесь мы можем почувствовать аллюзию на первую главу книги «Бытия». Хвалебные строки, прославляющие чудеса Творца как повелителя воды, подчеркивают всю абсурдность ропота на засуху в пустыне, о чем пойдет речь в 17-м 20-х стихах. «Непокорные люди продолжали грешить, раздражили, искушали, требовали, говорили против Бога». Слово «искушали» или по-другому «испытывали» употребляется в данном псалме трижды. Они искушали и буквально провоцировали Бога, доводили Его до точки кипения. «Чудесное снабжение водой в пустыне не вызвало в жестоковыйных людях чувство благодарности. Им все время хотелось чего-то большего – хлеба и мяса, как будто бы Бог существует только для того, чтобы удовлетворять прихоти людей». Высокомерные слова строптивых людей «А может ли Бог накрыть стол в пустыне?» противоположны высказываниям кроткого Давида из другого псалма. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». У нас в основном люди зачем ходят в храм? Я в первую очередь имею в виду не здесь присутствующую аудиторию так называемых захажан, чтобы Бог дал здоровье, хорошую работу, много лет жизни, ну такая небесная страховка. Очень часто можно встретить человека, который все время что-то от Бога требует. То есть когда человек страдает, бывает по своим собственным недостаткам, это Бог меня наказывает. А когда я имею все, это я заслужил или заслужила. Заслужила. Но если даже земля, то есть то, что дает нам пищу, природные ресурсы, другими словами. Это подарок на время. Бог дал, Бог взял. Таланты тоже подарок на время. Бог дал, взял. Этими талантами можно назвать не только способность к музицированию или стихотворчеству. Этими талантами может быть зрение, слух и возможность перемещаться. Ведь если человек ослеп, если у него не стало зрение, Бог отнял у него зрение, вот он просто лишил его этого таланта, следовательно напрасен ропот тех людей, у которых есть здоровье, есть силы, но нет чего-то большего. Они действительно порой напоминают старуху из сказки Пушкина, постоянно ропща и испытывая долготерпение Божие. Вот ты просила, чтобы я тебе послал хорошего мужа. Вот я тебя послал такого же, как ты, гордого, хитрого и ленивого. Ну две капли воды, как ты. Ну что тебя не устраивает? Что он не выполняет твои поручения? Ну ты же сама неуправляемая. И начинается ропот не такого мужа по росту, весу. Ну хотела работу, ну все, попросила, помолились, Бог дал тебе работу в школе, учительница работаешь, русский, язык, литература. Ну что может быть лучше? Детей учить, зарплата маленькая. Ну хорошо, ладно, что ты хочешь? Менеджером стать в Билайне? Ладно, уволилась, перестала работать учительницей русского языка, теперь она интернет-магазином управляет. А что теперь не нравится? Ну не нравится, что здесь сплошные прелюбодействия справа-слева. Ну так тебя же никто не заставляет участвовать. А я немощная, не могу с собой справиться. Ну так что ты хочешь? Ну в пустыню хочу, в монастырь теперь хочу. Ну ладно, познакомил бог ее такую уже немолодую барышну с какой-то старицей из Дивеева. Пожила там месяц-другой, ой, не могу здесь, почему? Работа тяжелая, коровы все это хозяйство, но слушай, дети в школе тебя не устраивают, мужчины, женщины в белых рубашках, которые ездят на Бентли, тебя не устраивают. Ну ждали тебе коров, ну что может быть безобиднее, они тебя слушают, когда ты их любишь, ты их доишь, ты от них питаешься, нет, они воняют, потому что да уж не знаю, ну иди своими путями, и это не устраивает, вот ничего не устраивает. Вот я бы сказал бы, что это искушение бога в своем сердце, это постоянно недовольство, постоянно неудовлетворенность тем, что есть, постоянные претензии, споры и так далее, отсутствие послушания это самая большая проблема нашего времени. очень тяжело вместе работать с работником, с человеком, который постоянно ропщит, и постоянно он сначала тихий, кроткий, возьмешь его на работу, через месяц он начинает уже свои предложения, через два его все не устраивает, меня недооценили, меня не услышали, меня не поняли, меня там еще чего-то, все, я, 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 меня, 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 вот так. Ну, напоследок, прежде чем мы перейдем к следующему псалому, я подчеркну необходимость верности Богу Израилеву. Это самая первая заповедь, самая важная заповедь. У нас часто в духовной жизни все наоборот, мы верхнагово смотрим на духовность. Нам кажется, что сначала нужно ближнего возлюбить, а чтобы ближнего возлюбить, надо себя возлюбить. Бесказанно возлюбить ближнего того, как самого себя. Поэтому мы приходим на исповедь в основном рассказывать о себе, о своих проблемах. И когда встречаемся мы с друзьями, тоже хотим поговорить о себе, посоветоваться о своей жизни. И дома в семье мы тоже думаем в отношении того, вот меня устраивает то, как он или она поступает, или нет, выполняют ли они мои желания. Вот наши диалог с Богом, наша молитва, это просьба Господи, помоги мне с экзаменом, Господи, пошли мне хорошего клиента, лучше еще денег дай, просто так. А у нас на первом месте не стоит заповедь почтения к Богу. Из-за этого на самом деле в реальности у нас наступает религиозный синкретизм. православные тетки читают гороскопы из старца Паисия Святогорца. Православные дядьки, они одновременно поклоняются Ницше и Моисею как бы наравне. У них в голове пробовать микс, авторитетность источников у них одинаковая. Так вот, важнейшая заповедь заповедь почтения к Богу. Это означает, что по большому счету Бог ведь ревнивый. У нас в этом отношении не может быть никаких компромиссов, в том числе и в отношении религиозных символов. Мне иногда доводится, но редко я очень не люблю посещать кого-то в квартире, даже если есть необходимость ее освятить или посетить больного, я бы предпочел сходить куда-то в больницу, а лучше, чтобы он приехал сюда. Просто не люблю выходить из монастыря. Но доводится видеть, как в домашнем иконостасе, например, если иконы стоят среди книг на какой-то этажерке, на тех же самых полках стоят фотографии родственников, какие-то слоники после путешествия в Египет, пирамиды египетские, слоники индейские, потом еще какие-то символы религиозные. Вот как бы здесь стоит икона Божьей Матери, а рядышком возле нее стоит сфинкс. Понятно, что человек как бы молится Божьей Матери, а это просто сувенир. Но вот если бы мы мыслили эпохой Давида, то этот сфинкс должен был давно лежать в мусорке. Или заходишь в дом, а там над дверью висит оберег по центру икона, снизу подкова, а сверху чеснок, чтобы все защищало и все помогало. Всем богам надо угодить, чтобы все было хорошо. Точно та же на кухне, на шее крестик, а возле него зуб дракона. А зачем тебе это нужно? Ну, типа в соревнованиях в детстве выиграл, на зуб спорили, видно, кто кому зуб сломает мальчишке в школе, но типа я победил, вот теперь ношу себе зуб дракона. Вот. Но вот несовместимо. И это тяжело объяснить и себе, и нашим детям, которые носят на рюкзаках от коров до листиков конопли. Особенно мне тяжело это объяснить, кто-то может даже считать это пустым звуком, но для меня лично не всегда это пустой звук. Это изображение на одежде, которую мы носим. У нас там и черти на футболках порой бывает, и еще чего только нет. Но понятное дело, что мы им не поклоняемся. Но повторюсь, если мы вернемся в глубокую библейскую древность, то эти вещи несовместимы. Ну и понятно, что и с другой стороны, что икона, она тоже не может использоваться только как элемент украшения. Платок с иконой, зонтик с иконой, сумка с иконой, скоро еще и носки и трусы будут с иконами делать. Ну, понятно, что я довожу какую-то ситуацию до абсурда. Итак, я этими разными словами не побуждаю вас отказаться от предметов украшения вашего жилища, но побуждаю вас обратить внимание на приоритетность. Бог ревнив, и он не терпит себе альтернативы. Реакция Бога, описанная в 21-31 стихах, это гнев. При этом Божий гнев это не нервозная раздражительность или необузданная ярость, которая портит отношения людей друг с другом, а это праведный гнев, который продиктован чувством справедливости и желанием прекратить безобразие в мире. Согласно данному псалму, Бог не просто прогневался, а воспламенился гневом. Если по другим псалмам имя Бога Иакова защищает, то здесь исполненной ярости Бог изливает гнев на Иакова. Люди, которые играли с огнем, обожглись от него. Божий гнев стал наказанием для людей, которые не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Что же такое праведный гнев? Как это можно понять? Можно ли праведным гневом наказывать своих детей за непослушание? Как это мы тактуем обычно? Гневаясь не согрешайте. Как это можно гневаясь не согрешать? Солнце да не зайдет во гневе вашем. Вот это гневаясь не согрешайте, конечно, зависит от того, где мы поставим запятую. гневаясь не запятая согрешайте или гневаясь запятая не согрешайте. Соответственно, как эти два слова мы можем сопоставить? Что такое гнев? Гнев это реакция неравнодушного человека. Наша естественная реакция на несправедливость, на зло или на боль. Слово боль, наверное, является ключевым. Когда что-то ранит, мы реагируем. Простой пример. Когда заноза попадает в палец или когда мы руку преподносим, ну, касаемся раскаленного горячего предмета. Например, горячего стакана с кипятком. Прикоснувшись, мы сразу отдергиваем руку. В этом случае мы реагируем со гневом. В нас что-то моментально срабатывает. Какая-то вспышка на уровне мейлненосной автоматической реакции. Или, например, когда закричал ребенок в коляске и мама моментально все бросает и мчится к нему. Вряд ли можно сказать, что в этот момент мама уравновешена и спокойна как рыба в морозиловке. И совершенно спокойно и безмятежно начинает наводить порядок в штанах этого ребенка или смотрит, не прорезались ли у него зубики. Скорее, наоборот, она будет срывать с него какие-то грязные одежды, трясти его, если он задыхается и так далее. Она не будет ждать, пока он успокоится, и она потом с ним по сократовскому методу по-философски поговорит. Поэтому гнев потенциально не имеет ни плюса, ни минуса. Это мобилизация человеческих усилий для молниеносной реакции на боль. Боль физиологическую или душевную. В частности, продиктованную чувством несправедливости. Чаще всего затаенный, долго в нас играющий гнев, это гнев нашего разума. Когда у нас есть картинка, как должно быть, а мы из раза в раз видим, что оно так не происходит, что другие люди поступают не по заданному нами или Библии, или законам шаблону. И мы в себе носим, носим этот гнев. Гнев по преподобному Максиму Исповеднику, как и желательная сила души, вожделевательная, он способен на созидание, когда мы, лишая себя страстности, или по-другому, очищая себя от страстей, направляем эту энергию в нужное русло. Что мы могли бы назвать праведным гневом? Это когда летит стрела, и человек обущенный добродетели прыгает, чтобы своей грудью заслонить человека, в которого стреляют. Вот это мы назвали бы праведным гневом. Он ожидает несправедливость и боль, но мгновенно мобилизируя свои ресурсы, гневаясь на зло, подставляет себя. Гневом мы могли бы назвать реакцию родителя на отсутствие здоровья или на неблагоустроенность дома. Как гневливый папа правильно должен отреагировать на то, что у него сквозняк в доме? Заклеить окна мгновенно, в течение часа, чтобы его любимая жена и любимые дети не простудились. А папа, у которого отсутствует гнев, он будет ждать, пока любимая супруга разгневается сначала на него, потом на детей, потом на себя, потом на ЖЭК, на весь мир, на президента и, наконец, заклеит окна. Итак, гнев может быть созидательным, но он тогда будет праведным когда у человека, который мобилизирует свои силы, не будет страстности. Иначе то же самое заклеивание окон может быть сопровождено с каким-то ворчанием, бубнением. Я тебе сказал, подай клей, а тебе я сказал, подай тряпку. Вот папа на подоконнике, вся семья вокруг него суетится, он всем недоволен, у него все отклеивается, все рушится, он топает ногой, бьет молотком по какому-то гвоздю, разбивается стекло, психует, уходит на рынок, там ничего не покупает, в конце концов все равно все делает жена через какое-то время. Но она тоже сначала разгневается на него, потом на детей, потом на ЖЭК, ну, таракторию вы знаете. Вот. И так, конечно, нам важно понимать и не злоупотреблять этим словосочетанием. Гневаясь, не согрешаете, значит, в первую очередь мы не должны грешить. И тогда наш гнев имеет место быть. До тех пор, пока наш гнев сопровожден с грехом и со страстностью, он праведным быть не может. В 23-25 стихах рассказывается о неспослании в пустыне манны и перепелов. Манна. Что это такое? Согласно Библии, это съедобное вещество, которое Бог посылал израильтянам во время их странствования по пустыне. Эта история описана в 16-й главе книги Исход. «Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет, а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое более, поскольку собирают в прочие дни». Несколько иное описание Манны мы встречаем в книге чисел. «Манна же, цитирую, была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкус у лепешек с елеем, и когда роса сходила на стан ночью, тогда сходил на него и манна». Возможно, «чтоб долах», он упоминается, это слово в книге Бытия, это светло-желтое, душистое и прозрачная смола бальзамового дерева или какого-то ароматного кустарника, произрастающего в Нубии, Аравии и Индии. Изучению природы манны посвящено множество научных и околонаучных работ. Так, в 1823 году небеский ботаник Эренберг опубликовал статью, в которой выдвинул гипотезу, что небесная манна это ничто иное, как секреция, выделяемая тамаристскими деревьями и кустами, когда на них нападает определенный вид тли, который он обнаружил, в частности, на Синае. Конечно, статья Эренберга даже в его время вызвала дискуссии. Тамаристск выделяет капельки сока, чтобы отпугивать тлю. Сок застывает, осыпается на землю в виде белых сладких зернышек. По мнению Эренберга, соком тамаристка питаются муравьи, которые и составили странникам в пустыне конкуренцию. По другому объяснению, манна это растение аэрофиты, розовидность лишанника, которому нужна почва, потому что все необходимые питательные вещества он получает из атмосферы. Такие виды лишанников легко переносятся ветром на большие расстояния. Третий тип ученых предполагает, что необычные крупинки, способные поддерживать функции человеческого организма, являются треголозой, продуктом жизнедеятельности некоторых видов бактерий или насекомых. Некоторые представители рода долгоносиков строят коконы, которые внешне напоминают беловато-желтые личинки. Согласно очередной гипотезе, таким образом, манна это клейкая защита для яичных мешочков щитовидных пухоедов, желто-белые шарики, которые выделяют эти насекомые. Как бы мы ни старались объяснить происхождение манны, естественно, научным путем, в силу изменения климатических условий на планете за последние три тысячи лет, трудно дать точный ответ, что стоит за образом библейской манны. Авторы священного писания не столько стремились дать точные ботанические характеристики этого рода пищи, сколько подчеркнуть чудесность ее появления в пустыне. Поэтически в псалме манна называется небесным хлебом и хлебом ангельским. Образ небесного хлеба позволяет пофантазировать, что манна чудесным образом упала с облаков в виде дождя, как будто Бог открыл небесные окна и оттуда ливнем стал сыпать зерно. Однако, когда Христос говорит о себе «Я хлеб живый сшедый с небес», Он не столько делает акцент на пространственном перемещении с облаков на землю, сколько на свою иноприродность, непохожесть на тот хлеб, который человек привык есть. следовательно, небесная манна не обязательно должна ассоциироваться с дождем, у которого вместо водяных капель с облаков сыплется манная крупа. Синодальный перевод фразы «Хлеб ангельский» 25 стих является калькой септуагинты. В древнееврейском тексте буквально речь идет о хлебе сильных. Вполне возможно, что греческие переводчики увидели в сильных некоторую синонимичность ангелам, поскольку в некоторых псалмах ангелы называются сильными по определению. Благословите Господа все ангели Его, сильные, крепкие силы, исполняющие слово Его. Итак, в 102 псалме ангелы равно крепкие силой. Обе характеристики манны небесный хлеб и хлеб ангельский не столько стремятся описать ее природные свойства, ангелы в пище не нуждаются. Сколько подчеркивает факт чуда. Люди были голодны, и Бог укрепил их силы пищей. Бог дал пищу с избытком. Ее было невозможно сосчитать. Она была как морской песок. Мясо и пернатые птицы, 27 стих, это, скорее всего, перепела, которые зимуют в Аравии и Африке и мигрируют на север в марте и апреле. Манну и мясо Бог изливает как дождь, дождит. Этим подчеркивается не только избыток полученного провианта, но и естественность его происхождения. Бог не творит мясо из глины или хлеб из камней, как это предлагал сделать сатана Иисусу Христу. Бог направляет естественные силы природы, облака и ветер навстречу людям так, чтобы приблизить пищу к людям, но не творит ее из ничего. Когда к апостолу Петру в Капернауме подошли собиратели пошлин и потребовали, чтобы его учитель внес Дидрахму, Иисус сказал апостолу, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми и открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя. В 30-м стихе Псалма видна злая ирония. Бог дал желаемое людям с избытком, они ели и присытились, но еда была еще у них на устах, когда Божий гнев пришел на них и убил часть населения, самых сильных и молодых. Причины Божьего гнева в Псалме не описаны, но нетрудно догадаться, что насытившие чрево, уточневшие от множества пищи люди, не сказали ни слова благодарности Господу, но напротив стали просить его еще о чем-то большем, как старуха в сказке Пушкина о золотой рыбке. В стихах 32-39 слышится духовно-нравственное поучение детям из всего сказанного выше. Урок, преподанный предкам, ими не был должным образом усвоен. Ничего не изменилось. При всем этом они продолжали грешить 32-й стих. В суете они жили, в суете умирали. Хотя они каялись и вспоминали, что Бог их прибежище и избавитель, но все это оставалось только словами. Это покаяние не было искренним. Оно не привело их к внутренним изменениям по отношению к Богу. За их льстивыми словами и лживыми языками сохранилась все та же изменчивость, которая спровоцировала Бога на гнев. Истинное покаяние означает изменение образа мышления и образа жизни. Полный отказ от того, что запрещено Богом. Поскольку покаяние народа было поверхностным, поэтому, как пишут пророки, Израиль и Ефрем часто предавался унижениям. По своей гордости падал от нечестия своего. В отличие от неверного Израиля, Бог всегда оставался верным своему завету. В Псалме он описывается как исполненный милости, прощающий грехи, постоянно сдерживающий свой гнев. 38 стих. Щедрость и милосердие это главные характеристики его характера. Его сострадание к людям коренится в признании краткости и хрупкости человеческой жизни. Человеческая жизнь это плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. 39 стих. Дыхание это ветер, поток воздуха, который невозможно удержать в руках. Плоть и ветер, пыль и воздух служат символами бренности и уязвимости человека. Искра жизни внутри него мимолетна. Стоит Богу бросить взгляд на человека, как его душа покидает тело, улетучивается как воздух. В сороковом пятьдесят восьмом стихах автор снова возвращается к пересказу истории древнего Израиля. На этот раз речь идет о странствовании по пустыне и заселении земли обетованной. Первые стихи этого раздела развивают тему ропота в пустыне. Они раздражали и прогневляли Господа, испытывали и провоцировали его, этот ропот коренится в короткой памяти, в неспособности вспомнить времена, когда Бог избавлял Израиля от скорбей и от угнетения в Египте. В сорок третьем пятьдесят первым стихах пересказываются кары, поразившие Египет. Эти кары называются здесь знамениями и чудесами. Их следствием было освобождение от египетского плена. Ни количество, ни последовательность кар египетских, описанных в настоящем псалме, не согласуются с другими библейскими источниками, в частности, если мы сравним их с книгой Исход и 104-м псалмом. Однако, различия в деталях вряд ли имеют существенное значение для поэтического текста. Финал всех повествований о карах египетских один смерть египетских первенцев. Данный псалом говорит о реках, превращенных в кровь, о нападении кусачих насекомых, о жабах, гусеницах, или точнее, надо было сказать, кузнечиках, и саранче, граде и ледяном дожде, граде и ударах молнии. Ярость бога против египтян достигла кульминации в неспослании злых ангелов, вестников смерти, которую уничтожили первенцы в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. Хам, согласно генеалогической таблице народов, был одним из сыновей Ноя и прародителем Египта. Земля Хамова – это один из синонимов для обозначения Египта в целом. Знамения и чудеса являются прелюдией, прелюдией к центральному событию в религиозной жизни Древнего Израиля, истории его взаимоотношений с Богом, истории исхода из Египта. По псалму Бог – это заботливый пастры, ведущая свое стадо овец по пустыне, защищая его от врагов. Описание исхода здесь является своеобразной интерпретацией. Так по псалму он вел их безопасно и они не страшились. А вот по книге исход весьма устрашились и возобили сына Израилевы ко Господу. Выйдя из Египта, народ странствует по пустыне и приходит в землю, которую Бог приготовил для него. Хотя святая гора его 54 стих традиционно отождествляется с горой Сион, но Сион стал значимым для евреев только во времена Давида. Если Псалом повествует о периоде распространения евреев по территории Ханаана и их войнами с коренным населением, то, вероятно, здесь идет речь о местности на севере Ханаана, где впервые поселились еврейские племена. В 54-55 стихах подчеркивается, что земля была подарена Богом своему народу. Заселение в шатрах изгнанных племен не было собственным достижением израильтян. 56-58 стихи снова возвращаются к теме неверности Израиля. Символическая фраза «они обращались назад, как неверный лук» говорит об их ненадежности. Они подобны испорченному оружию, которое подводит воина в решающий момент сражения. Отсюда и горькое разочарование Бога, который ожидал большего от своих людей. Они не просто не отблагодарили его за землю, в которой течет молоко и мед, но стали поклоняться чужим богам, нарушая тем самым центральную заповедь десятисловия. Верность своему Господу было наиважнейшим требованием Бога Израилева. «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов перед лицом моим». Поклонение ханаанским истуканам на высотах было вызовом терпению Господа, толчком к возбуждению в нем ревности 58 стих, которая приводила к гневу Господа и наказанию израильтян за отступничество. Отступничество Израиля привело к ответным санкциям Бога. Он не просто вознегодовал на Израиля, он полностью отринул жилище в Селоме. После поселения евреев в Ханаане религиозная жизнь Израиля была сосредоточена на святилище в Скинии в Селоме, в которой Бог обитал между людьми. В Скинии был ковчег, видимый знак присутствия Бога среди народа. Мы можем проводить любые подобные параллели о том, что Бог живет, конечно, это все символические образы. Мы вспомним, что Моисей хотел узнать его имя, Илья хотел видеть его лицо, но они не видели Бога, хотя напрямую об этом просили. Бог открыл им, как сказано в тексте, задняя своя. Они смогли ощутить его присутствие, но не видели его образ. С другой стороны, когда речь идет о том, что Бог выходит с Останом Израильским или воюет с ним, то чаще всего под этим подразумевается присутствие Ковчега Божия. То есть, когда Ковчег выносится из Кинии и отправляется на поле сражения, то в библейских текстах будет речь идет о том, что Бог пошел вместе с Останом Израильским. Ковчег воспринимался как место откровения Божия, потому что слава Божия, она являлась как бы над крышкой Ковчега Завета, между крыльями Херувимов над крышкой Завета. И поэтому перемещение этого облака света, которое как бы над Ковчегом в Скинии являлось, а потом мы встречаем его как путеводящим по пустыне столб облачный, столб света ночью, который шел впереди и путеводил. Вот это могло восприниматься как признак живого присутствия. конечно, для религиоведов, которые пытаются поставить тексты священного писания и тексты ближневосточных культур на одну планку и подходит к вопросу изучения истории религии как истории мифологии связанной с религией. Я с этим сталкивался многократно. Уж как им хочется здесь в образе воина опьяневшего и поднявшегося шумного увидеть некий образ человека, что вот, пожалуйста, антропоморфизм это и есть. У других народов боги имели вид человека. Здесь точно так же. А интересно, что в 17-м псалме по русской Библии, а в таком случае в том боге, который живет на небесах, который извергает огонь, молнии, раскаты грома, те же религиоведы видят образ дракона и говорят, вот вам, пожалуйста, картинка, почти иконка, как выглядел бог. Он был похож на дракона. Вот Израиль увидел где-то на небе дракона, подумал, что бог и ему поклонялся. Ну, конечно, с этой точки зрения мы не можем согласиться, потому что бог не описуем, и об этом в священном писании сказано многократно. Соответственно, мы бога описываем по его проявлениям, по его следам на песке. Кто-то может спросить, а как так получается, что список кар египетских не совпадает? Для внимательного человека, конечно, это загадка. Неужели автор псалма, он не был знаком с книгой Исход? Если он ведет пересказ о той истории, которая из уст в уста передавалась из поколения в поколение, это то, что дети на празднике Пасхи зазубривали наизусть. Это часть литургического празднования Пасхи в каждой семье. Соответственно, история казни египетских историй Схода это то, что просто не вытравишь из памяти. Это как в русской истории история крещения Руси. Все дети в школе изучают историю крещения Руси. Или историю Петра I. Как можно ее забыть, если это ключевая фигура в отечественной истории конца XVI- начала XVII века. И поэтому, конечно, вопрос, может быть, он пересказывает по памяти, А может быть, как говорят скептики, был другой список казней египетских. И просто эти списки, они сосуществовали, то есть никто точно не знал, сколько их было, этих казней, и в какой последовательности. Потом Ездоров в V веке отредактировал законоположительные книжки, до псалмов не добрался, и поэтому у нас разночтение. Ну, скорее, мы бы ответили бы на вопрос разночтения иным образом, как тот, что в задачах поэта не входила жесткая последовательность. Он, прежде всего, теологический писатель, а раз теологический, у него есть свои цели в отношении композиции псалма. Точно такая же проблема у нас в композиции двух искушений Господа по Евангелиям Луки и Матфея. В одной последовательности сказано, что сначала предлагается Иисусу из камней сотворить хлеб, затем прыгнуть с крыла храма, вот, что там еще, поклониться, соответственно, сатане, да, и все царства станут его власти. А в другой последовательности сказано, сначала камни сделать хлебами, потом поклониться сатане и приобрести все царства, и, наконец, прыгнуть с крыла храма. Там меняются местами второе и третье искушения. Для одних экзегетов это свидетельство о неточности первоисточников. Они разнятся, потому что сами писатели не знали, как было на самом деле. Для других толкователей вывод прост. Это теологические источники, которые хотят, чтобы читатели увидели определенную траекторию, скажем, от меньшего чуда к большему чуду. И в этом случае некоторые писатели не придерживаются исторической хронологии, потому что им важна духовная траектория, то, что влияет на самого читателя, то, к каким последствиям ведет прочитан им текст. И поэтому вопрос разночтений может быть связан с тем, что в авторской задумке так выглядела гармоничней. И принципиальным была не последовательность, а принципиальным было нарастание этой, так сказать, трагедии, которая все равно во всех источниках заканчивается одинаково смертью египетских первенцев. Ссылка на его силу, его славу в 61 стихе относится именно к ковчегу, который был впоследствии захвачен филистимлянами. 60-64 стихи в какой-то мере являются поэтическим пересказом повествования из первой книги царств, в которой говорится о захвате ковчега, смерти священника Илья и его сыновей и священников в Силоме. С потери ковчега отошла слава от Израиля. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что Силом был уничтожен в XI веке до нашей эры. В некоторых псалмах можно встретить обращение к Богу. пробудись на суд, восстань в твоем гневе, подвигнись против неистовства врагов. Объектом такого гнева обычно являются враги Израиля. Но после разгрома врагов в Израиле наступает мир. Но в нашем псалме все происходит с точности до наоборот. господь также воспрянул как бы от сна, чтобы поразить врагов, но затем отверг шатер Иосифов. Господь здесь похож на исполина, богатыря, воюющего за свой народ. Описание божественного воина, который просыпается после похмелья, а затем вступает в битву, на первый взгляд может вызвать смущение. Однако антропоморфные образы говорят не столько о внешнем виде Бога, сколько о могуществе и неумолимости Его, когда Он начинает действовать. Он предал врагов вечному сраму. Но кто эти враги, которых Он поразил в тылу, 66 стих. Если посмотреть на общий контекст повествования, то за этими врагами Господа могут быть узнаны колено избранного народа, который своим отступничеством решил свою собственную судьбу. В этой битве Господь не предводитель для них, а палач. Заключительные стихи Псалма 67-72 говорят о смене предпочтений Господа, которое знаменует конец одной эпохи и начала новой. Шатер Иосифов скиния в селоме заменяется на святилище на горе Сион в Иерусалиме. Колено Ефремова заменяется на колено Иуды. Теперь Давид, взятый от дворов овчих, занимает центральное место в управлении и обеспечении безопасности для всего народа. Кто-то может сказать, что заключительная часть Псалма пахнет иудейской пропагандой в разгар раннего межплеменного соперничества между израильскими племенами. В таком случае культ Иерусалима и возвышение династии Давида может рассматриваться как часть политических притязаний колена Иуды на доминирование среди своих собратьев по крови. Кто-то даже добавит, что после разрушения Северного царства ассирийцами в 721 году и особенно после Вавилонского плена тексты подобных псалмов могли использоваться как инструмент для идеологической пропаганды иудеев против той части еврейства, которая уклонилась в язычество или против самаритян. Ход таких рассуждений крайне небезопасен. По псалмопевцу гора Сион это возлюбленное Господом место, на котором было навеки утверждено святилище. Но то, что случилось с Силомом, как указывает пророк Иеремия, по тем же самым причинам могло бы произойти и с Иерусалимом, и с его храмом. В заключительных стихах псалма Давид описан как пастырь с чистым сердцем и мудрыми руками, но этой идеальной характеристики царя не всегда соответствовали те, кто восседал на престоле Давида. История народа Божьего от исхода до расселения по Ханаану является историей милости Божьей и Божьего суда. Это история страдания и возвышения, падения и исправления. Важна для псалмопевца проекция событий прошлого. На Ефрема со святилищем в Силоме могла бы быть аналогичной проекцией прошлого на Иудею с ее династией Давида и Иерусалимским храмом. Однако этого не произошло, и именно Иудея после Вавилонского плена стала центром реставрации религии Ягве. Несмотря на то, что в Новом Завете есть косвенные аллюзии на некоторые стихи данного псалма, более уместно проследить, как Новый Завет в целом комментирует неудобную для дискуссии тему, связанную с отвержением избранников. Ведь как Бог сменил предпочтение в отношении колен Израилевых, Он точно так же может сменить предпочтение и в отношении христиан. Комментируя слова Евангелия, много званых, а мало избранных. Святитель Григорий Двоеслов в частности пишет, что многие нынче приходят к вере, но только часть их входит в небесное царство. Цитирую. Вот смотрите на сегодняшний праздник. Сколько нас собралось. Мы заполнили стены церкви. Только кто знает, как много людей из нас будут защитены в стадо избранников Бога. Здесь каждый голос восклицает Христос, но жизнь для каждого восклицает тоже. Многие следуют за Христом на словах, но бегут от Него в делах своих. Потому и говорит Павел, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. И Иаков также. Вера без дел мертва. По зову Господа число верующих возросло так, что не с честь, потому что к вере приходят и не относящиеся к числу избранников. В этой жизни они смешиваются с верующими через вероисповедание, но в грядущей они не заслуживают быть зачтенными в ряды верующих по причине порочного образа жизни. Паства нашей Святой Церкви включает и агнцев, и козлят, но, как свидетельствует Евангелие, когда явится судья, он отделит добро от зла, как пастырь отделяет овец от козлов. Потому люди, которые здесь предаются удовольствием плоти, не смогут быть зачтенными в стадо овец там. Там отделит судья от смиренных тех, которые здесь возвышают себя гордостью, словно рогом. Все причастные к небесной вере в этой жизни, но ищущие при этом земного во всех своих желаниях, не могут войти в Царство Небесное. Эти слова святителя Григория Двоеслова, великого святителя, наверное, являются лучшей интерпретацией того, почему Господь мог отвергнуть шатер Иосифа и избрать колено Иуды. 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 Иуды.